Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Азаровский. Мы сегодня приехали в Геленджир, чтобы посмотреть на уже ремонт выполненный и в котором живут люди уже год, который делал Андрей. Привет, ребята! Здравствуйте! Всем привет! Это Илья. И мы пойдем в гости. Здравствуйте! Здравствуйте! Заходите! Представьте нам, пожалуйста. Меня зовут Галина Васильевна. Это вам. Спасибо большое! Спасибо! Спасибо! Спасибо, что пустили. Прям интересно посмотреть. Тем более, ремонт у вас необычный. Насколько я знаю, это полностью дизайнерские решения. Это дизайнерские решения. То есть каждый миллиметр был просчитан, и который Андрею надо было просто сделать. Все полностью техзадание. Все, попал. Да, попал. Дизайн-проект очень хороший. Дизайнер замечательно все проработал. Каждый уровень, каждый миллиметр. Начнем мы, как говорится, со входа в это гостеприимное гнездышко. Рассказывайте. Вот дверь. Дверь мы заменили тоже. Решили с зеркалом, чтобы увеличить перспективу. Можно спросить у вас, удобно ли зеркалом? Не пачкается ли дверь? Пачкается, но это все равно. Любая дверь пачкается. Любые зеркала пачкаются, но это не так страшно. Все равно она объем увеличивает. Хотя, в принципе, прихожка достаточная по объему. Но всегда хочется больше. Здесь Андрей сделал подвесной потолок. Очень интересное решение с разными цветами. Смотрится. Здесь под карниз синий у нас, соответственно, цвет, цветовая гамма синий еще у нас. Вставки именно из стекла. Вставки из стекла, стеклоблоки так называемые. Кстати, никогда нигде, сколько было в ремонтах, я не видел, чтобы был формат плитки на стенах при вхожей. Почему так решили? Действительно, если бы очень долго думали, какие бы я буду сделать, но какие мы не хотели сделать, во-первых, очень маленькие объемы. И вот эти куски, которые будут задираться вот здесь, смотрите, какие маленькие вот эти вот, вот они вот эти вот кусочки все. Это будет постоянно, вот они потом около выключателей, около домофона, они будут постоянно насмараться. Очень долго думали, а потом решили сделать в общей гамме с гостиной, кухней и сделать вот такую плиточку. Плитка не пожалеет. Несколько, нисколько. То есть еще правильный вариант, вам нравится. Да, очень нравится плитка, видите, как она переливается. Она неровная, я не писал. Она неровная, да, Андрей очень ворчал на этот счет, она вся ломаная, как будто такая, но у нее такой дизайн. Ты видишь, как она смотрится? Очень красиво. Когда солнце падает, она всем по-другому смотрится, вот когда вот у нас восход здесь идет, восход, вообще по-другому смотрится плитка. Насыщенно. Да, да, она просто, она то-то под таким тоном, то-то под таким углом, вот. Как в проекте, на картине. Да, как в проекте, вот в прихожках, как в проекте, на картинке, это 100%. Вот такое вот решение, очень интересное, это уже встроенная мебель, здесь вот точек для кота. Тут кот двигает такой, очень интересный. Да, он убежал. Подсветочка внизу, то есть можно ничего не включать, здесь, можно ничего не включать, только нижнюю подсветку включить, и этого освещения вполне достаточно. Чтобы такое более интимное, красивое было. Да, да, да. То есть, когда, например, кто-то один не пришел домой, да, можно нижнюю подсветочку включить, и он уже ничего больше пользоваться не будет. Типа ночника такого. Понял, то есть вот в проекте именно дизайн вам предлагали вот такой вот угловой шкафы для хранения, хватает места? Хватает. У меня еще полно свободных пола. Это хорошо, но ненадолго. Зеркал количество, смотрите, дверь, там зеркало, здесь зеркало. Да, вообще тут очень удобно все, да. Здесь у нас вот ручки такие, а здесь вот у нас на этих, на поле, чтобы ручка не уходила, чтобы здесь в одну линию было. Теперь поворачиваемся к вашей царице, так сказать, кухне. Здесь хочу отметить, что плитка, даже вот эта зарезана так же под 45 градусов, сделана красиво. Кухонька вот в таком тоже ярком цвете. Мы здесь очень долго думали, здесь вот видите, здесь у нас выкрасы вот эти вот. Вот это тоже очень красиво, что вот эта дверь в спальню моя. То есть, вы понимали, это одна стена, просто так покрашена, кажется, как будто она продавлена. Да, вот она здесь у нас получается, здесь вот видите, как классно получается. Там у меня еще по поле, кто там, картины, но я еще никак не могу определиться с картинами, которые я хочу туда повесить. По кухне панелька, я смотрю, у вас камень. Искусственный камень. Полностью на стене та же плитка, что в прихожей. Так же плитка, что в прихожей, да. Здесь вот такими красивыми стамнями скрыт котел водогрейка. Котел, да, вот он. И газовый счетчик. Да, газовый счетчик и газовый котел. Также есть, ребят, подсветка, очень много софитов, но они у нас мерцают, поэтому мы их отключили, помимо основного освещения. Еще хотел бы отметить, что на полу это плитка, и плитка сделана вот этими маленькими квадратиками. Не пожалели, что такую взяли? Нет, это вот Андреев, когда увидел, что она маленькая, он сказал, о боже. Он думал, что она вот такая большая. Но единственный здесь минус, я должна сказать, при длительной эксплуатации, вот эти вот сейчас у меня одни гости уехали, другие приехали. Мне некогда швы прошу промыть, приходится швы, они же все равно. Теплый пол хорошо работает? Отлично, теплый пол вообще работает отлично. Я батареи вообще не включала в этом году здесь, только вот теплого пола мне вполне хватило. У вас теплый пол водяной от газового котла, правильно? Да, да, у нас теплый пол на ванну, на туалет, и здесь. По мебели, а где заказывают такую красивейшую мебель? Мебель, да, мебель молодцы. Это Новороссийск, мебель РУС, они, может быть, не очень быстро делают, но очень качественно. У нас никто быстрее не делает, я могу сказать. Вообще, вообще, вообще молодцы. Можно спросить количество. Вот это я, правда, не пользуюсь, только еще привесила ее сюда. Здесь у нас для... Вот это мыло для рук, это средство для мытья посуды, это вот у нас сенсорный кран. Ласково. Можете вообще в любом месте его, но здесь удобнее всего погладил. Как вода. Отличная вода. Смотрите, вот я вижу здесь у вас есть такая вот ситочка, да, то есть тоже интересно. Вообще, это американская мойка, мне ее тоже дочка прислала с Китая. Нету там этого ротора, который сидит отсюда? Нет, ротор мы еще не поставили, он предусмотрен, но мы его не поставили. Мне здесь ведро нравится. Вообще классно. И вот такая сеточка я нигде не видел. Да вы много видели, у меня дочка живет 20 лет в Пекине, вы много вы не видели, я вам скажу. А вот это вот моя любимая штука. Это сетка, чтобы когда посуду, если моешь, можно так положить было. Вы попробуйте-ка она, на ощупь попробуйте-ка, она классная. Мне когда, ну сверните, никакая не магнитная, она просто очень тяжелая. Мне когда выкатывали раковину, ребята, они говорят, слушайте, в раковину мы какие-то видели. Поэтому, ну такого, говорит, мы никогда не видели. Вообще, насколько прикольно. Да. Всю жизнь живи, всю жизнь учись. Вот поэтому, да, вы говорите, много не видел. Кстати, у нас сушилка для белья. А, да. Это у нас сушка. В морском климате это вообще супер. Потому что сушить нигде. Мало того, что она сушит белье, можно прям в шкаф складывать до такой степени. Она выбивает пыль. Потому что, когда мы сушим на улице, там выветривается. А когда мы сушим дома, то вот эта пыль. Здесь вот есть вот такая штука. И она прямо так заполняется пылью все. Вот это да. Да. Особенно, когда пледы стираете. Постельное белье, она вообще очень важная. То есть, помимо того, что сушит, еще и выбивает вещи. За сушкой идет вот такая вот стиралка. Ну, стиралка обычная. Стиралка абсолютно обычная. На 7 килограмм. 7 килограмм. Здесь у нас подоконник. Если спальник были убраны, то здесь он повыше. Убирать, конечно, не стали. Но мы сделали вот здесь такая же вот подоконник. Из такой вот плиты, как столешница. Она, конечно, дороговато получается. Но зато это надолго. Красиво смотрится. С левой стороны холодильник. Удобно ли его здесь расположение? Холодильник. Нормально. Вообще у нас немножко по проекту здесь должен быть еще шкаф один. Но мы так что-то его не сделали. Но, может быть, когда-нибудь и сделаем. Интересно, что такое? Расскажите нам, пожалуйста. Ну, прямо в диван покажи. Хорошо покажу. Диван из Китая с ящиками. Вот так раздвигается. То есть это двуспальное место. На двуспальный, да. На двуспальный диван. Вверху кладется матрас. Да, матрас. Да, матрас кладется. Они делают вот это все без гвоздей. Вот эти у нас спинки. Они отдельно пришли. И просто в фазы вставляются. Очень нравится поток. Здесь, ребята, не думайте, это не доделка. Просто здесь будет еще решетка. Ажурная, ажурная решетка складывающаяся. Это отделять зону балкона от зоны кухни. Захотел, убрал в сторону. А он еще будет с механизмом, с пультом работать. То есть будет очень интересное решение. Жалко, что его пока нет. Но мне пока... Я прям вот я хочу себе такой. Привет, праздник. Пришел, когда не с кем поговорить, домой пришел, погладил кран. Погладил и все, да. То есть температуру можно выставить. И пользоваться одной температурой. Особенно, когда грязные руки, то вот очень удобно. То есть это вы один раз выставляете и пошли работать с ним. Это не китайская, это японская штука. То есть из-за отсутствия балкона вот такой вот способ именно сушки белья. И на ночь стираю. У меня две таких. Можно дополнительно еще вешать сюда. Причем оно в потолке не бросается в глаза, когда находятся. Ники пластиковые, блестящие. То есть смотрится красиво. Коллекторам управления. Это у нас предфильтры идут. Два предфильтра идут. Мы раз в полгода меняем. Здесь их мы уже меняли соответственно. Это у нас система, это пол горячий идет. А это вот туда вот направьте. Там у нас отключение идет всех. Любой экран можно отдельно отключить воду. Коллектор на всю разводку сделан. Да, на всю разводку. Такое дело, это очень удобно. Заходите. Это спальная комната. Расскажите, что вы поменяли после того, как пришли сюда в голые стены от застройщика? Что изменили именно в этой комнате? Она была в голую. Здесь менять нечего было. Надо было все заново строить. Здесь только был единственное. Это подоконник небольшой, который по предложению прораба был совсем убран. И сделаны окна в пол. В связи с тем, что мы убрали подоконник, мы меняли окна. Но окна мы меняли не потому, что только подоконник. Потому что здесь ветра. Но то сдует. И очень важно иметь хорошие окна. Мы очень рады, что мы поменяли эти окна. Потому что к нам приходили соседи с непомененными окнами. И у них очень холодно. Они приходили посмотреть, почему у нас тепло. И они говорят, что у них окна оцелевали. И они, когда подходили к окну, то прям ветер шторы колыхал. Ну, это Андрей настоял. Мы-то еще думали, думали. То, что очень дорогое удовольствие. Окно чуточку стало ниже. Мы просто другого качества заказали окна. Три стекла стоит, правильно? Да, да, да. Как на севере? Да, да. То есть двухкамерные окна, получается? Да, да, да. Так же вы говорите? Как северные. Поменяли здесь радиаторы. Здесь были от застройщика радиаторы. Их сменили. В этом году зима была очень мягкая. Из трех только один включала. И то на пару месяцев. Больше я не включала. Я не знаю, или за счет утепления потолка, или за счет чего у меня было тепло. Потолок ГВЛ и с антишумом. Скажите, помог он или нет? Вы не слышите соседей с утра? Потому что там до сих пор еще они купили для перепродажи. И поэтому там нет ремонта. И я не могу так сказать, что он сильно помог. Но я надеюсь, что все равно какой-то слой он все равно даст свой результат. Большая проблема всех этих домов, то, что мы слышим сверху. Сучинка карниз сделала. Это ПВХ-вские карнизы. И плинтуса тоже ПВХ. Мебель у нас встроенная вся. Тут получается шкафчик, стенка ставится и встраивается туда тоже. Как вариант. Я сначала, честно, не знал у себя, как это делал, что так можно сделать. Я делал из блока стенок. По проекту сразу выведен карниз. Карниз был, а шкафа еще не было. И под карниз уже делался шкаф. Пол у нас инженерная доска. Мы второй год уже здесь живем. Вообще идеально, мне кажется. На самом деле она мягкая. Да, но ты знаешь, нормально все-таки мы стоим. И кресло я немножко отодвигаю. И стул, который у меня около моего столика косметического стоит, я тоже им пользуюсь. Подвигаю. Плит-системы сразу утопили. Отдельная компания ставит. У них гарантия. Бои я не знаю. Покупал дизайнер. Натуральная Англия. Качества на ощупь такие очень интересные. По освещению. Я пользуюсь постоянно пультом. Это люстра с вентилятором. Вентилятор, смотрите, ребят, я, честно, раньше такого не видел. Он бац, центробежные силы раскрываются. И довольно-таки очень хорошо дует. Хорошо-хорошо дует. Не хватает сплит-системы? Почему мы делали еще вот такой с вентилятором? А я не очень люблю сплит-систему. А ее же можно просто на вентилятор включить. Она так же будет дула. Нет, мне не нравится. Проходные у меня. Здесь у нас включаем. Здесь можно лечь и отсюда выключить. А второй? А второй это вот подсветка. Это подсветка еще здесь. Под шторы. Пользуюсь очень редко. Мне когда электрик делал, он говорит, на 5 хватит лет. То есть, если я так ей пользуюсь, то у меня на все 20. Лет хватит этого. Очень интересные двери. Это фирма София. Сейчас реклама Софии. Они у меня тоже будут. Это фирма София. Они в петелье делаются, эти двери наши. Очень интересные перепады. То есть, тоскол все такие. По крайней мере, я себя не видел. Мне это все интересно. Сейчас мы посмотрим с вами еще одну спальню. Тут очень интересно реализована дверь. То есть, тут такое боковое открытие, чтобы максимально дать дверке открыться. И вот так вот она закрывается. Да, она просто не распахивается до конца. Не закрывает проем в прихожке. Потому что если мы дверь откидываем до конца, получается на всю ширину двери. Когда мы ее наполовинку складываем, и она встает вдоль стенки, и она не занимает места. Мне эта комната больше нравится. Литя тоже говорит, что эта комната ему больше нравится. Здесь тоже обои, английские. Но они немножко другого качества. Окна тоже меняли. Радиаторы меняли. Видите, вот такой был подоконник. Он и не подоконник, и вот эту вот дурочку, надо ее все заделать. Ее уж не просишь вот так и замену. Да, а у вас получилось ровненько, с окошка, чисто плинтус, и все просто так. Квартира с видом на море. Вот видите, индекская бухта. Смотрится очень красиво. Выравнивали стены, делался потолок, такая же люстра. Люстра такая же, полы так же, шумоизоляция, мебельщики. Поставили панели, и хоть они там все подписали, и почему-то она через раз у меня стала работать. Работала вообще идеально. Это выключает. Вот она сюда, выключить. Вот сейчас мы эту люстру включили. Здесь у меня где-то выключается. Но они мне подпортили, конечно, немножко мебельщики. Перепутали, правда? Тоже освещение. Вот это вот у нас здесь подсветочка. Угол можно менять. Место для хранения, так же шкаф уже шел встроенный. Тоже шкаф, вот видите, даже он был заклеен уже обоями. Вот кусок здесь был. Карниз был и обои. И прям согласно этого. Раздвижное. Пол здесь также инженерная доска. Это у нас ванна с туалетом. Здесь особенность то, что дверки так же раздвижны, и они не кушают пространство. Можете увидеть, как открылось, и все свободно. Унитаз сейчас здесь стоит временный, потому что тут есть вот такой современный унитаз, который все делает сам. Но на нем сейчас небольшие проблемы технические, сгорела плата, поэтому поставили временный. Глинечкий душ есть. Глинечкий душ, да, работает отлично душ. Смотрите, наверх поднимите голову. Вот это у нас бак здесь. Сверху находится бак 300 литров. 300 литров. Здесь вдруг можно увидеть уровень потолка. Да, да. Разный. В эту сторону открывается тоже дверка, и здесь большое пространство. Можете видеть, здесь место под раковину. Есть такой электрический полотенцесушитель, и вот такая вот огромная ванна. И сюда заворачиваешься. Здесь, смотрите, какая большущая зона. Регулятор для тропического душа, который находится сверху. И сверху у нас разнообразная плитка, панно и оконтурено. Вот именно такими большими форматными плиточками. Очень хорошо здесь мы сделали, здесь сидушка сидеть можно здесь. То есть можно сесть, удобно. Это классно. То есть везде запилы под 45 градусов. Да, здесь. Смотрится очень красиво. Фишечкой этого туалета является, то есть что эта дверка вот так вот открывается, и если вдруг вам надо соединение, то есть у вас эта зона свободная. То есть вы можете как сделать, как совместный санузел, так и раздельный. То есть такого решения я вообще, в принципе, нигде не видел. Это очень интересно. Для просветки, видно, с улицы включен цвет или нет. И здесь, да, и там стеклоблок тоже. Это на самом деле большая редкость, потому что раньше это в советское время было популярно, сейчас это элементы такого декора. Это вот нам тоже, да, это декор, это нам вот тоже наш дизайнер предложил вот такой вот вариант. Но делал все Андрей, вот эти вот стеклоблоки. Андрей, ты как считаешь, как выполнил работу, попал ли ты во все требования дизайнера, сделал ли все именно как надо? В каждой работе можно найти изъяны. Здесь все зависит от хозяина, квартиры. Главное, чтобы нравилось. Молодец. То есть вам все понравилось? Молодец. Это самое главное. Дорогие друзья, вы вместе с нами побывали сегодня в Геленджике, посмотрели на ремонт, который выполнил Андрей. Надеюсь, что вам понравилось. Пишите свои комментарии о том, что вам зашло. Я, допустим, для себя увидел очень много нового, интересного, что бы хотел использовать. Допустим, если буду когда-нибудь себе еще раз делать ремонт, то есть проект просто здоровский. То есть просчитан каждый миллиметр. Вы, если заметили, там и на дверях, там розеточки входят везде. То есть все реально просчитано, все получилось. И это на самом деле главное. Пишите ваше мнение, мы вас ждем. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео. Пока-пока. Продолжение следует...